Приветствую вас. Давайте разберёмся с тем, что вы написали. Во-первых, вы спрашиваете, что это. Екатерина, вот скажите честно, для чего вы хотите понять, что это. Вот, серьёзно. Зачем вы хотите понять, что вы хотите избежать этого будущего. И тут я вас понимаю. Понимаю, что вы хотите избежать. Понимаю, что он неприятно, и никому бы не было приятно, что это происходит. Отдаю себе в этом отсчёт. Прекрасно. Но... Зачем вам знать, что это такое? Это... Цель какая вы. Это... Первое. Это первое. Второе. Мужчина поступает так только потому, что... то... Во-первых, болезненно воспринимает отказ. Это для него... Неприемлем... Неприемлем... Такой... Момент, да, что, допустим... Женщина ему может отказать. Вот. Мужчина этого вообще... Принять не может. То есть для него... ...эээ... ...ээээ... ...эээ... ...не существует... ...эээ... ...обказа... ...женщина. Для него существует только... ...ээээ... ...согласие... ...согласие женщины с... ...сээ... ...минь. Вот. Как бы это ни звучало. Он не может принять отказ, ему очень тяжело принять отказ. Вот, это первое, и второе, что важно, это то, что совершенно очевидно, да, помимо болезненности, отказа, помимо болезненности отказа. У него, у него страны, связанные были, были связанные. Какие-то желания, ну, желания там, потребности какие-то. Вот. И он не мог долгое время, вот эти вот две недели, он не мог признать, что от них, от этих желаний придется отказаться. Это слишком болезненно для него было, видимо, видимо. Слишком и, чересчур. Для него это было базово. Для него вы были слишком значимы, очевидно. Вот. Для него вы были слишком значимы, очевидно. И слишком много было на вас завязано. Дальше. Как распознать поведение мужчины, возможно, да, как распознать такую вот реакцию на ранних этапах. Ну и на ранних этапах, на ранних стадиях, да, как это распознать. А, значит, ответ на этот вопрос, действительно может достаточно сильно различаться, достаточно сильно отличаться, вот. А почему? Из-за чего? Из-за того, что у всех людей, как бы, разные есть проявления, ну, тех или иных, да, с часть характера. Вот. Но общий момент, я думаю, справедливый для всех и каждого. Вот. Общий момент. Справедливый. Для всех это. Какие это моменты? Ну, например, например, да, болезненность, болезненность, откат. Например, некая эгоистичность в поведении. Например, удовлетворение, стремление к удовлетворению, в первую очередь, своих потребностей. Вот. Например, некая, может быть, вспыльчивость. Вот. Например, может быть, тревожность. Вот. То есть, это всё, так или иначе, характеризует человек в той или иной. степени. Вот, в принципе, так можно, наверное, ответить вам на ваш вопрос. То есть, очевидно, что человек, ну, такой вот, знаете, немного психопатичный, да, связанный в том числе и с преследовательской, моделью поведения, то есть, это вот, ну, преследователь, преследовательская модель, то есть, он склонен к тому саму, чтобы преследовать, да, преследовать вас, например. То есть, это, по сути, если смотреть на этот через, допустим, тригму треугольника Карпмана, да, то это вот именно такая своего рода жертва. Это жертва. Молодой человек, молодой человек жертва. По сути. Вот. По сути дела. Это жертва. Ну, вот, в принципе, такой момент, на мой взгляд, такая история, на мой взгляд. И, в известной степени, в известной степени, в известном смысле, вы тоже, в принципе, стали его жертвой. Ага. В том числе. Вот. Потому что, ну, как бы, вы себя не защитили. А, должным образом. Да? А, вот. К сожалению, вы себя не защитили. А, должным образом. Должным образом. И, конечно, тут и личные границы хромают, как нужно корректировать. Конечно, здесь и, возможно, в некоторой степени самооценку нужно корректировать, потому что, ну, у мужчины ведь откуда-то, у него откуда-то появилась вот эта вот идея, что, допустим, с вами можно так. То есть, он почему-то, ну, он почему-то считал, да, почему-то думал так. Вот, он почему-то решил, что, что с вами так вот можно, что можно вести себя, а, таким образом с вами. Вот. И, соответственно, что-то, что-то о вашем поведении его к этому подтолкнуло. Вот. Что-то. Вопрос заключается только в том, что именно. То есть, нужно не только учиться распознавать на раннем этапе, например, то, что он, ну, как он вот себя ведет. Да, не только на раннем этапе учиться распознавать. Но и, на мой взгляд, нужно еще и, ну, как бы себя, да, вот, свою модель, ну, свою модель поведения нужно тоже корректировать. Вот. Вот. То есть, это вот, эээ, такой момент и, в общем, а, вот так, на мой взгляд, ам, можно вам ответить на вопрос. которые вы задаете. На этом все, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучше, я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что вы больше в эту ситуацию не попадете. Если возникнет такая история, что все же еще раз в такую ситуацию подобную вы попадете, то вам нужно уже будет совершенно точно обращаться к психологу для коррекции сценарного поведения, потому что что-то важное поведение привлекает именно таких мужчин. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok